В эфире информационная программа события. Здравствуйте в студии Айгузи Ганшина. 30 тысяч жителей Самары приняли участие в общегородском Гагаринском субботнике. Вместе с десятками активных представителей трудовых коллективов и политических партий территорию, прилегающую к кинотеатру Шибко, убирали первые лица города и сотрудники муниципальных департаментов. Место выбрали не случайно. Городские власти намерены восстановить здание бывшего кинотеатра. Вместе с областным правительством решаются вопросы о возможном выкупе здания у банка залог держателя. Это здание в стиле советского конструктивизма, построенное в знак самарско-болгарской дружбы, когда-то было любимым местом отдыха горожан. Кинотеатр Шибко был не только центром культурного отдыха промышленного района, но даже помогал соединять сердца. Вы знаете, у нас первое свидание здесь было по ошибке. Для меня было бы очень болезненно, если бы ее просто снесли и уничтожили. Это память нашей любви, скажем так. И не хотелось бы, чтобы здесь была разруха. Хотелось бы, чтобы она все-таки существовала. Она имеет право на существование дальше. Общегородской Гагаринский субботник прошел по всему городу, но в промышленном районе акцент был сделан на уборку бывшего кинотеатра и территории, прилегающей к нему. Здесь трудились сотрудники местной администрации, студенты, представители молодой гвардии. Это вся наша земля, независимо от территории микрорайона, это общий наш город весь. И мы ответственны все равно за парки и все. И еще, когда все вместе убираются люди, они потом задумываются, а стоит ли выкинуть бумажку здесь, потому что я же убирался, как это так. Это и приучает людей еще к чистоте. Я думаю, люди, глядя на нас, и сами тоже будут мотивированы для того, чтобы участвовать в благораживании города. Для меня лично это желание присоединиться к хорошему делу, чтобы наш город стал чище, интереснее, привлекательнее для туристов, ну и для нас самих. Шибко заброшено уже около двух лет. За это время здание пришло в упадок, окна разбиты, внутри явные следы пребывания асоциальных граждан. Помещение, находящееся в частной собственности, сегодня в залоге у банка. Накануне субботника здесь прошло выездное совещание администрации при участии банка-залогодержателя, районной прокуратуры и первых лиц города. Городские и областные власти совместными усилиями прорабатывают вопрос о возможном выкупе здания. Уже решено, что оно снова станет культурным центром. Окончательно вопрос должен будет решиться к осени. По поручению главы администрации Олега Фурсова, в ближайшие три недели здание закроют для общего доступа и огородят строительной сеткой. Шибко – это один из символов нашего города. Для нас это является очень объектом знаковым, важным. Последние годы он пришел в упадок, к сожалению, из-за нерадивых хозяев. Я считаю, что глава администрации должен личным примером показывать горожанам любовь к городу, отношение к родному городу. Потому что, чтобы мы не говорили, что город должен быть лучше, красивее, чище. Без участия каждого из нас это сделать невозможно. В Гагаринском субботнике приняли участие более 30 тысяч самарцев. Впереди самый масштабный городской субботник, который пройдет 18 апреля. Во всех районах работают горячие линии для желающих присоединиться к генеральной уборке. Участники субботника будут обеспечены необходимым инвентарем и инструментами. Алина Чемерис, Анастасия Зубрева, Максим Гусев. События. Генеральная уборка с национальным колоритом прошла в сквере имени Высоцкого. Наводить порядок здесь вышли национально-культурные объединения Чувашии Самарского региона. В мае в сквере пройдет большой чувашский праздник. Подготовку, как полагается, начали с субботника. Яркие танцы, народные песни. В мае Самарский сквер имени Высоцкого превратится в концертную площадку. Здесь пройдет чувашский национальный праздник Акатуй, посвященный земледелию, весенней пахоти. Это праздник плуга Исахи. Состоится 16 мая, 12 часов дня. Приглашаем всех самарцев. Мы подготовили несколько номеров, поэтому будет очень весело. Готовиться к празднику самарские чуваши начали заранее и, как полагается, с уборки. Несколько часов с граблями и метлами в руках шанса мусора не оставили. Решили сегодня именно убраться, привезти в божеский вид сквер, мусор, тут камушки. Тут только что она за зиму не скопилась. Естественно, когда вот так вот, когда просят общество, допустим, или сами видим, что нужно где-то помочь, убраться, ну с удовольствием приходим. Представители чувашского культурного общества уверяют, свой город приводить в порядок только в радость. Даже настроение улучшается. Впереди еще совместная уборка всеми народами. 18 апреля на общегородском субботнике Национально-культурное объединение Самары выйдут наводить чистоту в сквере Родина рядом с Домом дружбы народов. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Уборка города продолжается в круглосуточном режиме. Подробный фотоотчет в Твиттере муниципального предприятия «Благоустройство». Ночью на улицах Самары работают дорожные пылесосы, обочину подметают во всех районах областной столицы. Днем сотрудники городских коммунальных служб чистят газоны, убирают спиленные ветки, моют посадочные площадки, собирают мусор вдоль дорог. За чистоту в Самаре голосуют колесами. В областной столице прошел автопробег в поддержку предстоящего общегородского субботника, который пройдет в следующие выходные. Движемся, мы затруднены, соблюдаем правила, на светофорах останавливаемся. Поддержать предстоящий субботник колесами и фарами решили участники Самарского движения дороги 63. Александр Кургузов неравнодушен к общественной жизни уже более трех лет. Говорит, субботники только в радость. Сам с удовольствием выходит и окружающих призывает. Считает, чистотой в городе должен сиять каждый уголок. Дороги же тоже грязные, они также пачкаются, и машины тоже из-за этого очень сильно пачкаются. Поэтому надо следить за чистотой везде, начиная дорога, заканчивая парков, скверов, аллеи, улиц. Автолюбители говорят, если на улицах города будет чисто, и машину мыть придется реже. А это экономия денег и времени. Уверены, на стражу чистоты прежде всего должны вставать сами жители. Вся чистота и качество нашей жизни зависит в первую очередь от нас. Мы сколько угодно можем ругать и власти, и ответственных, но в первую очередь мы, конечно, должны делать собственные шаги первые. Поэтому мы идем на субботник 18 числа и, в общем-то, призываем всех тоже выходить. Чтобы не создавать препятствий на дороге, долго колесить по городу общественники не стали. Завершился автопробег около Дворца Спорта. Напомним, общегородской субботник состоится 18 апреля. К участию в благоустройстве города приглашаются все жители. Всю неделю активисты движения дороги 63 будут раздавать горожанам специальные наклейки. Подробную информацию можно узнать в сообществе в соцсетях. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. И еще касаемо автомобилистов. В России на 40% подорожали полисы ОСАГО. Причем, так называемый тарифный коридор может быть расширен до 60%. Решение об увеличении стоимости полисов связано с ростом размера страховой выплаты за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших со 160 до 500 тысяч рублей. Каплю дегтя добавила ослабление рубля и инфляция. Зато с 16 апреля изменится методика расчета стоимости автозапчастей. Выплаты по ним увеличатся в среднем до 25%. Самарским автомобилистам стоит быть особенно внимательными, чтобы не влететь в копеечку. Возле железнодорожного вокзала появилось несколько камер видеонаблюдения, которые будут фиксировать нарушения правил остановки и стоянки автомобилей. Фотографии появились в сети интернет. Как поясняют в городском департаменте, камеры позволят навести порядок на участке дороги, обеспечить свободное движение общественному транспорту и безопасные условия для пешеходов. Видеофиксаторы установлены рядом с остановкой по улице Спортивная, со стороны Комсомольской площади и ближе к улице Льва Толстого. Экспертиза ожидает тепловые сети. С 14 по 16 апреля в Самаре пройдут температурные испытания тепловых сетей в Самарском, Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах. Администрации города просят жителей быть осторожными при обращении с отопительными приборами, следить за их состоянием и не подпускать к ним детей. В период проведения температурных испытаний горячее водоснабжение зданий может приостанавливаться. Возможно и повышение температуры воздуха в квартирах. Обо всех случаях порывов необходимо сообщать в свою управляющую компанию. Все дефекты будут оперативно устраняться. Тем временем в Самаре названы имена лучших сварщиков, модельеров, автомехаников, Приволжского федерального округа. Завершился полуфинал чемпионата WorldSkills Russia, который проходил при поддержке правительства региона. Награды из рук организаторов и спонсоров проекта получили в том числе семеро участников из Самарской области. Хлеб всему голова. Но чтобы важнейший продукт появился на столе, нужно здорово потрудиться. Никита Никулин, будущий механизатор Самарской области, победил в компетенции сельскохозяйственные машины. Уверен, чтобы земля приносила хороший урожай, нужно правильно за ней ухаживать и следить, чтобы техника всегда была в рабочем состоянии. На стране она по-любому нужна, потому что мы обслуживаем сельскохозяйственную технику, выращиваем ту же тушеницу, зерно различное. А без этого не будет ни хлеба, ничего. Вся техника встанет, если не будет все ее обслуживать. В полуфинале WorldSkills встретились более сотни участников из 13 субъектов страны. Жюри определило лучших в 15 компетенциях. Повара, кондитеры, автомеханики, сварщики, каменщики на протяжении недели демонстрировали не только блестящее знание теории и профессии, но и практические навыки. Победителей окружного этапа WorldSkills поздравил глава администрации Самара Олег Фурсов. Тех технологий, та методика, то оборудование, которое предполагается для выполнения заданий, а значит и для работы в дальнейшем, оно требует особого умения, особых навыков. Ребята, вы являетесь базовыми такими специалистами, которые будут на расклад в ближайшее время и которые за собой потянут новую культуру труда. Всероссийский конкурс профессионального мастерства впервые прошел в Тольятти в 2013 году и принес свои результаты. Количество ребят, поступающих в среднеспециальные учебные заведения, увеличилось. Из колледжей и техникумов ежегодно выпускается около 30 тысяч человек. На производстве их ждут с распростертыми объятиями, особенно тех, кто отличился за время учебы. Те ребята, которые принимают участие, они с радостью идут на предприятие, но самое главное, что и предприятие их берут. Очень много предприятий посетили эти мероприятия и ко мне подходили и говорили, что мы ждем этих ребят. Мы хотим, чтобы они работали именно у нас. В полуфинале WorldSkills заслуженные награды получили в том числе семеро участников из Самарской области. Победители окружного этапа решающая профессиональная битва ждет в мае. Ребята встретятся в суперфинале в Казани. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. К другим темам у православных христиан началась праздничная пасхальная неделя. В субботу, перед светлым воскресеньем, в Иерусалиме произошло чудо. Благодатный огонь сошел на землю во время богослужения патриарха иерусалимского Феофила Третьего. Частичка святыни прибыла и в Самару. Благодатный огонь, сошедший на землю в Иерусалиме, доставили в Самару воскресным утром на специальном поезде. Частичку священного пламени встречали самарские священнослужители и десятки верующих. Доставил огонь представитель фонда Андрея Первозванного. Самое важное, вы знаете, то, чтобы огонь разгорался в душе каждого человека и своим теплом человек согревал тех людей, которых он любит и с кем, кто рядом с ним. Прямо на перроне провели молебен по случаю прибытия священного огня. Господь воскресенье! Воистину воскресенье! После молебна каждый смог зажечь свечи и взять частичку священного пламени себе домой. Благодатный огонь сходит на землю каждый год в Великую Субботу. Он символизирует горение нашей души к Богу. Он божественный огонь с ашедой в ад и просветивший адские глубины, уничтоживший ад. Огонь будет не просто локализован на территории Самары. Люди смогут в епархии его получить и в том числе с помощью нашей железной дороги развести его по всем храмам и деревням и весям Самарской губернии. С вокзала лампаду с огнем доставили в Покровский собор, где верующие смогли получить его частичку для себя. Мы каждый год ходим, у нас уже традиция такая, потому что мы каждый год вместе ходим, получаем благодатный огонь, благословение. Есть же поверье, что если благодатный огонь не сойдет, то будет последний год, получается, мы живем и будет страшный суд. И это благодать на самом деле, ее все ждут. Для нас, скажем так, это очень большой праздник, большая честь побывать здесь, взять частичку этого огня. Священники рекомендуют верующим поддерживать принесенный домой огонь как можно дольше. В храмах горение поддерживается в течение всего года, до следующей Великой Субботы. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. Более 400 тысяч добровольцев примут участие в весенней неделе добра, которая стартует 18 апреля. Уборка города, помощь ветеранам Великой Отечественной, изучение культуры и быта своего народа. Добрые дела будут вершиться по всему региону. Заявки на участие уже прислали представители Ульяновской области и Сакского района Республики Крым. Добро – превосходная степень пользы, сказал однажды классик. Это выражение напрямую относится и к самарским волонтерам. На период с 18 по 25 апреля добровольцы запланировали целую вереницу акций. Будут сдавать кровь, помогать детям и ветеранам войны убирать город и проводить открытые уроки. Каждый добрый день будет иметь свою тематику. Весенняя неделя добра проходит в Самаре в 15-й раз. И с каждым годом желающих сотворить благо становится все больше. Когда впервые эта акция только стартовала в нашей области, в ней принимало участие всего лишь 300 человек, то уже по итогам прошлого года только на территории Самарской области таких людей, добровольцев, 400-2000 человек было. Плюс нам очень приятно, что именно под эгидой нашей Самарской недели добра участвует также Ульяновская область и Сакский район Республики Крым. Организаторы акции поясняют, весенняя неделя добра – своего рода символ взаимопомощи. Добрые и полезные дела самарские волонтеры совершают круглый год. Этой весной красной нитью проходит тема Великой Победы. Ребята планируют дарить подарки ветеранам, отправлять им фронтовые письма, помогать по хозяйству и раздавать георгиевские ленточки. Все улицы районов между волонтерами школ уже расписаны, но будет изготовлено 70 необычных георгиевских ленточек. Они будут иметь форму, как вот такого значка, и эти 70 ленточек будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны. Очень много ветеранов мы проходили по домам и узнавали лежачих, поэтому мы к ним придем домой, потому что я тоже понимаю, что отношения у ветеранов к георгиевскому ленточке особые. В 15-й весенней неделе добра примут участие более 400 тысяч волонтеров. Организаторы уверены, в наше время мир особенно нуждается в доброте. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События. К новостям спорта в столице региона стартовал 8-й всероссийский турнир по хоккею «Кубок Владислава Третьяка». Его проводят администрации Самары при поддержке Федерации хоккея России и регионального министерства спорта. Помериться с силами в областную столицу съехались 13-летние воспитанники детско-юношеских хоккейных школ, ведущих российских клубов, выступающих в континентальной хоккейной лиге. Через неделю определится обладатель главного трофея соревнований. А пока за выход в финал проходят игры в подгруппах. Соперниками Самарского ЦСК ББС стали Пензенский, Дизель, Челябинский, Белый Медведи и Центр из Москвы. В торжественной церемонии открытия приняли участие выдающийся хоккеист и тренер, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин и глава администрации Самар Олег Фурсов. Пропаганда здорового образа жизни и в частности занятие хоккеем проникает в умы все большего количества ребят. Поэтому, конечно, чем больше здоровых ребят, тем более здорового общества, тем более уверенно мы можем смотреть будущее и развиваться. Для них очень важно не только играть, но и тренироваться, чтобы дети могли сочетать и учебу в школе, и тренировки, потому что сейчас как раз идет становление хоккеиста. И у меня на этом пока все. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самаргис на экранах смартфонов и планшетов. Кстати, пользователи соцсетей могут выдохнуть. Роскомнадзор пообещал не читать личную переписку россиян. Ранее появилась информация о том, что премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Роскомнадзор получил разрешение проверять интернет-переписку граждан. Позже сайты ведущих изданий страны опубликовали пояснение со ссылкой на пресс-секретаря надзорного ведомства Вадима Ампилонского. По его словам, речь идет о контроле за деятельностью организаторов распространения информации в сети интернет. Они обязаны в течение полугода хранить информацию о действиях, которые пользователь совершил в сети. Например, зарегистрировал аккаунт, либо общался с определенным человеком, либо перешел по ссылке из соцсети на определенный сайт. Так что это не чтение личной переписки, а скорее возможность определить круг интересов интернет-пользователя. Далее смотрите новости экономики. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Укрепление рубля приведет к снижению цен на продукты в течение двух недель, заявляют в Ассоциации компании розничной торговли. Подешевеет не только ввозимое из-за рубежа продовольствие. Цены снизятся на 5-10% на разные продукты, в том числе и отечественные, в которых высокодоля импортного сырья. Подешевеют и товары, о закупках которых сейчас ведутся переговоры с поставщиками. Я вот точно знаю, что не подешевеет. Ассага. Крым подготовил к майским праздникам более 20 новых туристических маршрутов продолжительностью от 2 до 8 дней. Стоимость туров варьируется от 2800 до 30000 рублей с человека в зависимости от продолжительности, тематики, даты начала тура, типа размещения, питания и стоимости входных билетов на тур-объекты. Позитивные динамики торгов стали результаты корпоративной квартальной отчетности. На азиатских площадках динамика торгов положительная. В Китае продолжается ралли. Опасения относительно появления на сырьевом рынке иранской нефти снизились. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарский боксер-профессионал проиграл в восьмом раунде. Крылья Советов пока третьи на чемпионате страны. Красные крылья упали на дно турнирной таблицы единой лиги. Красные крылья уверенно занимают первое место в единой лиге. С конца. Очередной матч они проиграли в Самаре локомотиву Кубань. Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом гостей 17-18. Но потом боевой дух красных покинул команду и уже четвертая четверть началась при счете 52-77 в пользу краснодарцев. Отыграться самарцам не удалось, как это они умели делать еще в прошлом сезоне. В итоге катастрофическое поражение 96-64. Первое место в единой лиге у столичного ЦСКА. В Астрахани крылья Советов сыграли в ничью с местным волгарем, хотя начиналось все неплохо. Алан Чочи, воспользовався ошибкой голкипера, выбежал один на один, но пробил выше ворот. Могли наказать Совета и волгари, но голкипер спас команду. Во втором тайме не сработали на увеличение счета и стандарты со стороны крыльев. Защитники сыграли надежно и в итоге нулевая ничья. Самарский клуб уверенно закрепился на третьем месте футбольной национальной лиги. До второго команде не хватает одной победы. Лидер чемпионата страны Махачкалинский Анжи. В Москве прошел боксерский поединок между российской парой Эдуард Трояновский и Айк Шахназарян за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO. Уже с первого раунда инициативой завладел самарец Шахназарян. Трагедия произошла в восьмом раунде. Трояновский провел тяжелый апперкот, после которого Айк не смог продолжить бой. Рефери остановил поединок. С поражением Айка Шахназаряна не согласен его менеджер. По его мнению, перчатки Трояновского не соответствовали правилам. Цитата. «Мы были лучшего мнения и о федерации, и о промоутере». Шел преднамеренный слив Шахназаряна. Супервайзер разрешил Трояновскому биться в заведомо испорченных перчатках. Судьи уверенно сливают Айка на карточках. Рефери зачем-то прерывают бой во втором раунде в тот момент, когда Шахназарян потряс Трояновского и начал его добивать. Кому нужны такие победы? Такая работа судьи. Это очень плохо и для Айбио, и для промоутера. Конец цитаты. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова